Порой женщинам совсем не даются мужские дела. И так на заправке. А-а-а, а женщина! Ух, здравствуйте, извините, скажите, пожалуйста, а заправчиков сегодня нет? А то я там что-то вообще не разобралась. Ну что там разбираться? Ну подъехали на машине, открыли бак, ставили пистолет. А-а-а, машина! До свидания! Друзья, феминизм шагает по планете. И нам кажется, что в скором времени передачи Первого канала могут выглядеть так. Константин Львович, где бы вы ни были, простите. В эфире срочные новости. С вами я, Юлия. Не только Шерфудинов. В КВН Гамаева. Женская дума внесла свои поправки в Конституцию РФ. В каждой женщине после расставания с мужчиной положена бесплатная стрижка под каре. Все бывшие, которые ушли от тебя в самый сложный момент твоей жизни, должны выстоять пять раундов против Хабиба. При смене пароля на телефоне мужчина обязан в течение суток сообщить новый пароль своей женщине. К другим темам введены новые парковки исключительно для женщин. Новости спорта. Их не будет. На этом я с вами прощаюсь и еду в караосе. Девочки, подождите меня. Самое неловкое это свидание женщин, разведенной после 20 лет брака, с мужчиной в таком же положении. Вы проходите, не сядьтесь, садитесь и прямо как дома здесь. Ой, что это я... Что это я... Что это я что-то... Ну, понятно, что... Антисептикул. Вот. Вот. Ну, вот такая вот есть. Ой, что-то как-то душно. Может, форточку открыть? Опа. Ой, извините, я просто раньше на НТВ работал. А я люблю НТВ. А я не очень, вот. Какой вечер. Ну, а что ж мы тогда? Выпьем? Так-то я не пью. Только когда вечер. Ну, когда вечер можно. А ну, все, все тогда. Лю, Нина, я вам должен кое в чем признаться. Я вам должен кое в чем признаться. Дело в том, что у меня есть судимость. А у меня ребенок? Сколько лет? Пять. И у меня пять? Как у нас с вами много общего. Нина, мы созданы друг для друга. Значит, ты не видал лучший город Земли. Ой, что ж вы делаете? У меня ж спина больная. Не хулигайте. Сейчас соседка проснется. Просто одинокая волчица. Вы меня убиваете! Случай в кабинете директора школы. Не, Виталь, ты мне скажи, я тебя предупреждал, а? Виталь, сколько раз я тебе повторял. Еще раз убьешь человека... Еще раз убьешь человека, останешься на второй год. Я вызывал твоих родителей в школу. Где они? Они больше не придут. А отчим? Ты что, думаешь, я на тебя управу не найду? Сейчас я позову нашего трудовика Валентина Семеновича. Валентин Семенович! Валентин Семенович! Валентин Семенович! Прекратите этот цирк. Мы же с вами прекрасно понимаем, что кроме нас двоих в школе больше никого нет. Давайте так. Я вас отпускаю, а вы разрешаете мне курить в классе. Но курение же убивает. Да. Да. В программе «Что, где, когда» все мы знаем человека, который выносит черный ящик. Но никто не знает, чем он занимается в свободное от работы время. Итак, представьте закулисье «Что, где, когда». Ну, давай. Давай. Между первой... Одну секундочку. Внимание, вопрос. Работа. Да то понятно. Давай по чуть-чуть. Да, давай. Ох, а что он сегодня в черном ящике? Огурец. Огурец. Ну, в принципе, и так же понятно, да, что это огурец. Да ты в своем уме, тебя ж уволят. Да что уволят? Ну, покажи, вот так вот. Огурец. А ты даешь. По пять капель. Одну секунду. Внимание, вопрос. А колодушка? Да я с колена дал, кто там смотрит. Давай. 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 А сейчас ребята покажут миниатюру, которую я придумала. Но, если честно, ребятам она так. Так. Ну, и я как бы не каждый год миниатюры придумываю. Итак, представьте. Мужчина ищет в любовнице то, что не может найти в жене. Жить. Дорогой, я улетаю в Милан. Вернусь через две недели. Пока-пока. Люся, причаливай. Просто одинокая волчица. Снова в моем любимом наряде. Анаконда. Да уж, люблю, когда в женщинах есть загадка. Но ты? Ты задачка со звездочкой. А что же ты? Обычно тихоня-тихоня, а сегодня бешеная. Люся, ты меня убиваешь! Ты написала мне письмо? Дорогой Леонид, я счастлива быть вашей. Но вы должны остаться с женой. Ведь я себе кого угодно найду. А что делать этой бедной замухрышке? Прощайте, ваша проказница. Это точно ты написала? Ну что ж, прощай, Люся. Прощай, умопомрачительный плов. Когда нам звонят сотрудники банков, наверняка они думают, что разговор с ними будет проходить именно так. Алло. Добрый день, меня зовут Екатерина. Здравствуйте, Екатерина, так долго ждал вашего звонка. Вам сейчас удобно разговаривать? Конечно, удобно, я все дела отменил. Давай! Специально для вас наш банк разработал уникальное предложение. Да вы что? Специально для вас наш банк выпустил эксклюзивную карту. Для меня? Для меня? Только представьте, приходите со своими друзьями в кафе и расплачиваетесь нашей картой. Одно секундочку, я представляю. Класс! Вы готовы оформить карту под 53% годовых? Так вот по 79% готов. Молодой человек, извините, вы идиот. Нет! Я начальник твой, Катя. Мы в одном офисе сидим. Ну ты хоть смотри, кому звонишь, а? В группу системы фадаун взяли рыжего из Иванушек. Гарик Харламов ошибся дверью, но потом узнал своих кумиров. А ни с кем не идут в кино. Ой. Напрасно тетя. Вы? Who's the next? Песня спартанской женщины. Тебе не нравится сын? Черт с ним. Вот сидит зритель перед экраном и думает. Что за мультики? Покажите лучше российских звезд. Прикольно было бы показать. Типа песня звезды со временем не меняется, а сама звезда меняется. Вот это я бы поглядел. Без проблем. Смотрим. Как мое область, а чужие берега, А я поранила с тобой нечаянно. Побирай меня скорей, улази за стол, молись, И зелуй меня везде, восемнадцать минут. Лобобуха в хлам, тасырит низко, Корпус по асфальту, высекая искры. Снэпбэк, татуи, борода. Побирай меня скорей, улази за стол, молись, И зелуй меня везде, восемнадцать минут. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет. Где нас нет, море и рубиновый закат. Где нас нет? Так, эй, Хью Хэфнер, эй, эй, Хью Хэфнер, эй, эй, Хью Хэфнер, я висю как молодой хэфнер. И огонь и вода! Нам с тобой один огонь, это вода! И огонь и вода! Так, дети, записываем домашнее задание. Эй, там, на Камчатке, можно потише? Кальянщик в больнице. Мятная, да? Да, спасибо. Мальчики, садитесь на первую парту, я же не кусаюсь. Обманула! Брежнев, в детстве. Леня, иди в теплицу и полей помидорки. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сгибиционист в аэропорту. Вам нужно снять ремни. Но видит бог, я этого не хотел. А у нас в городе интернет есть далеко не у всех. Итак, суббота, мэр раздает горожанам их заказы с Алиэкспресс. Слышишь, ты собака бешеная, я мэр, а у тебя ни кола, ни двора. А вы-то кому? Собаке бешеной. Иди гуляй. Ну что, мои хорошие, подходим, значит, разбираем заказы. Вот, Черняева, твой чехол на айфон. Кстати, зачем тебе чехол? У тебя ж айфона нет. Ну это если так носить, а если вот так? Ну что, Лубенко, нечем мне тебя порадовать, не пришла твоя шляпа. Айф, фиг с ней, она халимая. Да? Тогда на, дарю. Денег не надо, просто на карту скинешь. Так, значит, заколебас, вот твоя чесалка для головы, твоя чесалка, значит, для спины, твоя чесалка для ног. Вот, спасибо. Вот, пожалуйста, не подходи ко мне. Ну что, мой любимчик. Вот твой квадрокоптер, где летать собрался? А там, где красиво. Это где? А, например, над вашей дачей, у вас там ночью интересного сад, бассейн. А я это дело сниму и в интернет выложу в рамках борьбы с коррупцией. А вот это правильно, а вот все берите пример с Юры. Прям сегодня все возьми и выложи в тот интернет, который только у меня. Обожаю вас, мои придурки. А, Виктор Павлович, а правду говорят, что интернет в России изолировать будут? Правда. Но вы за свои заказы не переживайте. У меня интернет никто не изолирует. Это почему? А я компуктер в огород закопал. Вот голова! Ну так мэр! Возьми себе на память, что было между нами, и что не вспыло, что же возьми. Москва – столица телевидения. А на телевидении самая неловкая ситуация происходит на «Давай поженимся» после окончания передачи. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам «Давай поженимся». Ну, получается, супруги. Ну, получается, супруги. Ну, супруги теперь. Алексей? Как? Вы же были Анатолий. Ну, я там приукрасил. Понимаю. Вот. Приукрасил. А как вам у нас в столице? Ой, мне Москва не очень нравится. Ну, что-то все бегают, суетятся. Мне больше нравится пиво. Ну, да. Это вы мне пытаетесь угодить, да? Приукрасила, да. Приукрасила. Да? Что-что-что-что? Утка. Утка. Мешает. Оля. Прилетела. Утка-летутка. Прилетутка, ну. Да не надо это. Да не надо. Успеется. Успеется еще. Успеется сто процентов, да. Все-таки теперь мы с вами родные люди, да? Да, да. Роднулькины. Да, ладно. Роднулькины. Да, хватит. Ну, да. Алексей, а давайте лучше первый танец молодых. А это я могу? Да. Да. Майя Бэйби Турбопушка. Знаете, вот мне второй раз ваш танец еще больше понравился. Ну, да. Выключи. Мужчина, что вы... Заткнись, я не к тебе. Александр Васильевич, вы позвонили, сказали так, мол, и так. В зале будут 25% людей, остальное птицы. Птиц вижу. Меня по людям кто-то мог предупредить, что люди живые будут. Я нахрена вот этих вот делал? Вы можете не считать, их 540. Откуда знаю? Это вся моя телефонная книжка. Тут все, моя бывшая, моя нынешняя, моя будущая. Седокова. А что, темп она неплохой взяла? Может, и до меня дойдет. Мужчина, а вы еще в курсе, что есть способ делать людей попроще? Да? А что, у твоих родителей не получилось? Тут все, урод из вашей команды, еще урод из вашей команды, третий урод из вашей команды. Ну, вы в целом поняли, как я к вашей команде отношусь? Мужчина, ну было бы странно, если бы и птицы, и люди в зале были деревянными. Странно, если бы люди были деревянные, а птицы живые. Вот это странно. Хорошо, а как, по-вашему, картонные люди смеяться должны? А ты посмотри, собака какая. Вот так они смеяться должны. Вот так. Было бы над чем смеяться. Не, ладно, зал. Пожури меня, кто-то мог предупредить? Мужчина, сейчас не такое жюри. Вы что, КВН не смотрите? А что-то нет обрат времени. И как, по-вашему, такое жюри оценки ставить должно? Я не пойму, ты что думаешь, я что-то не продумал или что? Вот так оно оценки ставить должно. Вот так оно оценки ставить должно. Все пятерки одна четверка, все пятерки две четверки. Там 56 разных комбинаций. Как смеяться будут, показать? Да не надо, наверное. Не, ладно, зал, жюри. Я ж им еще звезд сделал. Вон, Киркоров, Басков, Миша Гребенчиков. А он почему не деревянный? Во-первых, так дешевле. Во-вторых, мне по работе в столярке кто-то должен был помогать. Спасибо, Мишань. Ну вот же, ё-моё, намного лучше любой звезды, да? Сейчас, наверное, не пожалели, что на КВН пришли, да? Опа! Тихо, ты что, новенькая, что ли? Не бойся, тихо. Так, Соловон, ну-ка, отойди. Опа, давай, опа! Так, Денис, Дороков! Вы что здесь делаете, а? Да я здесь часто бываю. Здесь это в планете КВН или в стриптиз-баре? Да какая разница, и там, и там молодые люди что-то крутятся, вертятся, пытаются понравиться мужчинам за столиками. Все, отстань! Давай, шаурма, заворачивайся, давай! Денис! Опа! Денис! Денис! Давайте честно, кто вас сюда позвал? Азамат! Че, прям настоящий Азамат Мусагалеев? Кирилл, Кирилл, я сейчас все объясню. Ну! Че, не настоящий Азамат, что ли? Так, Дороков, ты в осе заткнись. Ну, настоящий Азамат! Все, короче, тихо! Давай. Шестакович, композитор моей души, давай! Денис! 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 У вас еще деньги есть? Да у меня есть такие деньги, которых ты никогда не видел. Опа! Советские червонцы. Ну, а как ты думал? Они у нас все в камызяке. Все, отстань. Давай, мамма-мия, моя пандемия. Короче, все, иди отсюда! Давай! Слышишь? Я просто так никуда не уйду, ты понял? Хорошо. Либо я сейчас дам 100 рублей. Ого! Ну, либо ты еще, я хочу сказать. Сегодня командой зовут своих друзей с КВН, а мы играем первый год, поэтому у нас таких друзей не особо много. А звать тех, кому самим помощь нужна, ну, как-то странно. Благо, благо кое-какие связи остались с 2014 года. Поэтому встречайте, мэр Москвы Сергей Семенович Савянин. Сам себя считаю городским. Теперь я Полы какие хорошие у вас. Чего не меняете? Ладно. Ну что ж, добрый вечер. Москвичи, гости столицы. Александр Васильевич, а где? А вот. Ладно, шучу. КВН же. КВН же? КВН. Так, вы кто? Мы Крым. Ну так и что? Нам помощь ваша нужна. Денег нет, какая помощь? Какую-нибудь шутку. Шутку? Я шутку? Слушайте, ребята, я знаете, так скажу, не Крым. Все слушайте. Максим, записывай. В общем, смотрите. Я не шучу, друзья мои. Я все это время не шучу. Если кто-то беспечный думает, что я шучу, я не шучу. Я сам в группе риска. Из этого вируса снять могут. Вы что? Так что... Встречайте, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков. Добрый вечер, здравствуйте. Сергей Семенович. Дмитрий Сергеевич. Да. А вы почему без маски? Так я же переболел. Реально или по новостям? В смысле, а какая разница? Ну, конечно, до конца хорош. Так, что за помощь нужна? Так вот, КВНчикам шутку надо придумать. Шутку? То есть, по-вашему, седой, уставший человек источник для шуток? Я уже говорил, говорил уже. Так, помощь. А как же помочь? Я что вышел-то? Чуть не забыл. Встречайте. Президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте, Александр Васильевич, Сергей Семенович. Здравствуйте, Батя Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые крымчане. Алим, Рустик. Андрон, Антон, Саша, Энчик. Здравствуйте, уважаемые жюри. Максим, Дмитрий, Валдис, Пелагея, Вячеслав, привет. Здравствуйте, уважаемые зрители. Геннадий, Ирину, Валентин Панно, Саша. Я мог бы перечислять всех зрителей в этом зале, но в этом нет необходимости. Ну, потому что все здесь любят КВН. И я люблю КВН. Я помню, в студенческие времена мы не пропускали ни одной передачи. Записывали буквально каждую шутку. Было у нас такое домашнее задание. Так, крымчане, чем вам помочь-то? Да, ничего не надо, спасибо. Как это? Я же здесь чисто из-за вас. Не, ну если разобраться, это мы здесь чисто из-за вас. Смешно. Но, может быть, есть какая-то мечта? Ну, вообще мы мечтаем попасть в финал. Но мы хотим это сделать точно без вашей помощи. А вот это правильно. Уважаемые жюри, нужно, чтобы Крым попал в финал, но без моей помощи. Справитесь? А то в Америке не справились. Ну, ладно. С днем рождения, КВН. С днем рождения, КВН. Тоже. С праздником! За все время существования программы «Что, где, когда» женская команда участвовала лишь единожды. И кажется, нам понятно, почему. Дай мне, твою мать! Да все, все, господин ведущий, мы готовы! Наконец-то. Мы начинаем осеннюю серию игр «Что, где, когда». И сегодня у нас играет женская команда знатоков. Я напоминаю, счет 5-0 в пользу телезрителей. Эх, что? В смысле 5-0? Мы же только пришли. А я напоминаю, что мы в прямом эфире и не собираемся ждать знатоков, которые долго красятся. Ой, господин. Извините, а господин ведущий, а вот у вас есть телефончик мужчины из банка, который всем деньги дает? Нет. А у меня есть. Извините, пожалуйста, ведущий, а можно водку соком? У нас нет водки с соком. В смысле? Вы сами говорили, что это клуб. Это элитарный клуб. О, тогда просеку. Мы нет, пожалуйста. Я уже 40 минут уговариваю вас начать. Господи, говорит, как мой бывший. Реально. Извините, ведущий, а за какой мы боремся приз? Хрустальная сова. А почему сова? Это символ мудрости. А с каких пор сова – символ мудрости? Че, много мудрости надо, чтоб мышей ловить, а? Или чтоб башку на 270 градусов поворачивать? Вот кто мудрый? Бабка мудрая? Давайте символом будет старая хрустальная бабка. Все решили. Игра окончена. Победили телезрители. Ладно, победили знатоки, только уходите. А че у вас на первом ряду люди такие кислые сидят? Так, Юрьянов, будешь себя так вести, проведем операцию, вернем все как было. Ага, сейчас, я себе уже новое имя придумал. Полиграф, полиграф. Телеграм, телеграм, очень хрен вы со мной что сделаете. Ну, кажется, его уверенность выходит из-под контроля. Я не смотрю СТС. Мушкетеры круче. Пелагея, сегодня всем у вас дома. Вы, кстати, тоже можете приходить. Константин Львович, я Муругову ваши слова передал. Странно, на Хрусталева не обратил внимания. Че на него в Урганте никто внимания не обращает? Я, что ли, буду? А че сидите так далеко друг от друга? Уберите вы этих птиц, да и все. Ты че, придурок, Артема сломал? А вы че, им всем имена дали? Не всем, а только Артему, а ты, прикинь, именно его сломал. Иди сюда, че ты смотришь? Мужчина, ну у нас тут собачье сердце. Да все у вас собачье, и сердце, и поступки собачьи. Да че вы кричите, давайте как-то по-мужски разберемся. Я стихи в Инстаграм писать не буду. Ты вообще их себестоимость знаешь? До рублей 15. Ты если знаешь, ты молчи, иди молча делай. Мужчина, извините, а где он сейчас трафарет-то возьмет? Да где вот это вот пусть обводит, один в один получается. Сделал? Вот новый, Артем. Александр Васильевич, ну это дебилы. Ну я не знаю, ну я не знаю, как вы после игры эту карту дарить будете. Пусть, наверное, они и дарят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok